Рекламно-информационная программа Добрый день, в эфире программа «Крупный план». Гость сегодняшней программы пресс-секретарь завода Вятич Владимир Маматов. Владимир, добрый день. Да, приветствую, Светлана. И у микрофона работает Светлана Занько. Мы сегодня продолжаем тему прошлой нашей встречи. Вятич запустил опрос среди горожан, кировчан. Мы говорили только о городе Кирове. Да, только исключительно Киров. Опрос подразумевает, что вы собираете от горожан мнение о том, какой сорт безалкогольного пива, какой вкус безалкогольного пива они бы предпочли видеть в новом продукте Вятича. Можно несколько точнее выразить. Значит, в безалкогольном пиве. Мы будем это повторять много-много десятков тысяч раз для удовлетворения всех заинтересованных. Значит, безалкогольного пива мы спрашиваем, строго говоря, четыре вещи. То есть это свежесть, это наличие солодового тередрожжевого вкуса, это наличие осадка и срок годности, соответственно. Ну, уточнить можно будет там у промоутеров, в телевизионных звонках. То есть, извиняюсь, заговариваясь, в телефонных звонках. Это значит, что в течение этого года Вятич готовится произвести такой сорт безалкогольного пива, который удовлетворял бы запросам кировчан. Ну, мы сделали очень просто. Мы решили спросить наших любимых кировчан, что им по-настоящему нравится. То есть вот там три-четыре позиции, четыре, точнее, позиции, по которым они даже высказали свое мнение, что их устраивает, что не устраивает, что они считают позитивным в напитке, что они считают им непозитивным. И вот уже в течение недели этот опрос идет. Ну, на сайтах он начался, по-моему, с 19-го числа. Ну, медленно, наверное, да. То есть мы где-нибудь... Я предполагаю, что мы закончим до 10-го октября приблизительно. То есть у нас впереди промоутеры у магазинов. Ну, с Гобусом есть договоренность. То есть я думаю, что у 15-ти магазинов Гобус вы увидите промоутеров, фирмы Нанежды Вяча. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, внимательно отнеситесь к их просьбе ответить на четыре простых ясных вопроса. Это очень поможет и нам, и вам, соответственно. Первые результаты этого опроса. Значит, меня чуть-чуть обескураживает, честно говоря. Там в вопросе есть такой момент. Вопрос существует на тему того, допустимо ли использовать в приготовлении пива ферменты и добавки. Безалкогольного пива. Да, естественно. Большое количество людей, порядка процентов 30... Вот не обработали до конца уже, математики не было еще. Ну, на вскидку так 35% говорят, ну, в принципе, допустимо. То есть, ну, это с моей точки зрения это плохо, потому что, ну, мы много раз говорили о том, что этот немецкий закон с чудовищным названием Райхансгибот, да, о чистоте пива, он существует, многие думают о том, что это типа суеверия или предание, ну, что это 516 год, да. Но дело в том, что это федеральный закон, он действует до сих пор. В пиве, в алкогольном, безалкогольном, без разницы, может быть только три вещи, соответственно. Солод, хмель, вода, все. Больше ничего. То есть, добавки и ферменты, с моей точки зрения, это уже нарушение. Ну, получается так, что какое-то количество кировчан считает, ну, и ладно, в общем, да. Не маленькое, между прочим, 35%. Ну, не маленькое, да. Вот это конкретно мне лично не нравится, но это, как говорится, одно дело я, другое дело населения, которое хочет чего-то другого. А что обрадовало в вопросе? Обрадовало, ну, смотри, то, что безоговорочно совершенно уже ясно, и мы эту ясность анонсируем там ближайшие несколько дней на автобусах, в лифтах, скорее всего, получится у нас уже в октябре уже разместиться нормально, но на автобусах-то увидим, в СМИ-то увидим. То есть, люди выбирают свежесть. Для пива, безалкогольного, конечно же, чрезвычайно важен короткий срок реализации. Короткий срок. То есть, то, чем не могут похвастать, кстати, большинство наших прекрасных конкурентов. Значит, единственный нюанс какой. Мы проставили в вопросе, по-моему, три срока. Там стоит неделя, месяц или полгода. То есть, подавляющее большинство людей выбирает месяц, потому что, ну, здравый человек понимает, что пиво с недельным сроком годности, и ты его толком и не выбирай. Безалкогольное. Оно слишком быстро используется в магазине самому. То есть, месяц кажется оптимальным, да, хранение безалкогольного пива. В безалкогольном пиво, потому что тоже есть дрожжи, а это живой продукт. Конечно, конечно. То есть, ну, продукт брожения никуда не денется, да. То есть, первое, что мы действительно установили по-настоящему, в этом уверены, это месячный срок годности. Вот об этом мы заявим, будем продолжать дальше работать. То есть, нам нужно несколько свойств для того, чтобы понять, какой сорт безалкогольного пива действительно хорош. Ну, вот что касается свежести, мы поняли. Что касается солода, осадка, вот этот вопрос, о чем говорят. Я тебе не могу ничего сказать точно, потому что, во-первых, получили... Нет, я сейчас... Я сам просто посмотрел вот этот телефонный опрос. Вот сейчас прошел телефонный опрос. То есть, им надо свежий продукт. А там есть моменты, когда упоминаются и ароматы, и осадок, и так далее, и так далее. Но подойдет дело до математики, посмотрим, как получится. Пока со свежестью все понятно. Люди хотят свежачок. Вот так, грубо говоря. А сколько людей, сколько человек уже удалось опросить? Ну, суммарно где-то получается 1600-1800. Надо уточнять опять шифр. Ну, 1600 точно совершенно можно сказать. Это все по телефону. Нет, это не только телефон, это соцсети, опросы, еще, еще, еще. Но в сумме до 10 октября, я думаю, что... Ну, не ошибусь, если где-то цифра около 10 тысяч примерно будет. Этого выборка вполне информативна, но ее должно хватить для действительно уверенного, такого нормального, хорошего понимания проблем. Ну, вот где-то так. Ну, и потом пойдет обработка этих самых результатов. Ну, я не думаю, что там долго обрабатывать. Вот там день, два, три буквально, потому что это чистая математика. Это, ну, Excel, грубо говоря, тот же самый. Тем не менее, после того, как вы обработаете статистику, вы будете обсуждать ее со специалистами. Ну, поясню. То есть это тоже не займет очень много времени, но я не думаю, что это больше недели-двух. Вот, потому что, в принципе, возможности завода, они очень велики, но они, во-первых, не безграничны. Такого не бывает в природе. Хотя я абсолютно убежден, что все то, что кировчане предложат, мы сделаем. Это раз. То есть там будет именно то, что люди хотят. Но на проработку технологии, я говорю, уйдет, может быть, неделя-две от силы, не больше. То есть корректировать то, корректировать это, исключить этот технологический этап, внести другой, это... Завод хорошо сделан. То есть там нормальное оборудование, нормальные специалисты. То есть никаких проблем с осуществлением самой схемы я не предполагаю вообще. Напоминаю, что эта программа «Крупный план». В гостях сегодня у нас пресс-секретарь завода Вятич, и мы говорим о результатах, первых результатах опроса среди кировчан. Опрос на тему того, какой именно вкус безалкогольного пива они предпочитают, свежесть, срок хранения и другие показатели, которые, собственно, по этому напитку требуются для производства нового сорта. Вы будете по итогам устраивать какую-то дегустацию для того, чтобы еще дополнительный выбор делать? Ну, дегустацию мы устроим не одну, то есть запланировано. Это уже как только мы соберем данные, как только мы выпустим сорт, мы устроим дегустацию, открытые, закрытые, но закрытые, скорее всего, не будут. Первое – это среди СМИ и блогеров, так что если ты пьешь безалкогольное пиво, то ты, Светлана, в очереди, естественно. Сообщу специально. Редакция «Эхо Москвы», я думаю, тоже мы сумеем обрадовать. Раз, через СМИ, среди блогеров. Мы это же сделаем сейчас, только распространили опросные листы по этой же среде работников завода Вятич, то есть они тоже смогут попробовать то, что они делают. И, соответственно, мы задействуем наших партнеров, знатоков, ну, как бы все прослойки населения, которые могут действительно интересоваться этим вопросом, еще до выхода в продажу вы это все увидите. То есть, и опять же, это будет последняя коррекция, то есть мы будем понимать, что если все окей, вот эта партия сделана нормально, то да, мы его запустим в производство. Ну, это октябрь. Уже октябрь месяц? Да, конечно, это конец октября максимум. Как будете вы его рекламировать? Где, как? Есть уже задумки какие-то фишки? Я думаю, что у нас будут билборды, раз, по городу. Два, мы попробуем массовую раздачу буклетов всего остального. Естественно, это СМИ, естественно, газеты, радио и так далее. С телевидением мы, скорее всего, снимем несколько очень простых, каких-то очень ясных роликов, в которых просто покажем, что именно мы предлагаем. То есть без... Не думаю, что там будут какие-то чудовищные штурмы космоса, там выдуманные персонажи. Но Вятич, тем не менее, отличается особой креатурой при рекламе своих продуктов. У вас целый ряд очень отличных от других реклам был последние годы. У вас были целые мультсериалы, у вас были... Ну, мультики – это класс. У вас были рэп, я знаю, был рэп, у вас были провокационные достаточно билборды. Никогда Вятич обычным каким-то отношением к маркетингу, продвижению и рекламе не отличался? Ну, вот я понял тебя. Ответ следующий. Вот этот сорт, который опускается, он нормальный, он правильный. Он самый, что ни на есть, четкий. То есть он просто для основной массы людей, он должен нравиться основной массе людей. Вот поэтому лично я, ну, опять же, это мое мнение, оно может корректироваться. Лично я против особых выкрутасов. Мне просто нужно, чтобы максимум кировчан участвовал и в опросе. То есть, кстати, ребят, то есть если, слушайте меня, да, то есть если действительно интересно, на сайте, на горящей линии Вятича, где угодно, телефон вам будет звонить. «Отвечайте, помогайте нам, помогайте себе и помогайте нам». Кстати говоря, вот сейчас мысль такая пришла просто в голову, не планирую, если еще будет до 10 декабря опрос продолжаться, по-моему, мы об этом с тобой начинали говорить в прошлой программе, будут ли какие-то призы для особо активных участников опроса, например. Хороший моментик, а почему нет? Отметьте тех людей, которые... Вот сейчас это не решено, но почему нет? Это история творческий. Да, но если честно, я бы вот этот вариант награждения и раздачи пряников отнес больше к дегустации все-таки. Вот где-то так. Ну, посмотрим, то есть как мы реально будем... То есть этого пока нет, но вы, может быть, и придумали. Но призы нет. То, что призы будут, это 100% абсолютно. Это отдельной информацией пройдет. Да, это абсолютно 100%. Мы устроим какое-нибудь награждение, идеальный бренд был бы в прямом эфире, как реалити-шоу. Но пока у нас нет, как я понимаю, возможности позвать всех участников опроса и раздать им. Разве что на театральной почте собрать несколько тысяч человек. Тоже, тоже идея. Это крупный план. Пресс-секретарь завода Вячеслав Владимир Мамотов у нас в студии. Итак, конец октября. Вполне ожидаемо, завод уже получит новый сорт безалкогольного пива. И начнется его реклама и распространение. И здесь мы возвращаемся к вопросу, который уже не единожды поднимали в нашем эфире. Это продажи, собственно, нового сорта и взаимоотношения с торговыми сетями, с которыми постоянно идет обсуждение, что хочет потребитель и чего ему дают или не дают на этих полках. Рассчитываете ли вы после этого вопроса и маркетинга с этим новым сортом безалкогольного пива все-таки иметь какие-то новые, выйти на новый этап отношений с сетями? Как только ты говоришь про торговые сети, у меня автоматически встречается Владимир Вольфович, который... Это аккуратно, пожалуйста. Это невозможно переживать больше, что происходит. Расхожу. Аккуратно с Владимиром Вольфовичем. Крохотно с Владимиром Вольфовичем в паре. А в топик захожу в «Магнит». Буквально на этим воскресеньем у меня рядом с домом находится «Магнит». В дождливую погоду я решил сходить за продукцией завода «Вятич». У меня было настроение. Я зашел, я обыскал весь огромный отдел с ассортиментами. Я не мог найти его вообще нигде. А вы там продаетесь? Анекдот в чем? Что только вспомнив возмущенные тирады генерального директора Вятича, который много раз обменял меня. Почему это я не смог найти в магазине «Вятич»? Хотя я действительно пью его. Я обыскал вот это дело. Где-то внизу, в самых дебрях Амазонки, я нашел 2 или 3 артикула, как говорят торговцы. 2 или 3 артикула. То есть «Магнит» сам по себе решает, буду я пить, что я буду пить, что я не буду пить. Ему на самом деле плевать на мои интересы. Он просто работает с крупными компаниями. Там выставлены несколько видов напитков в федеральных компаниях. Все понятно. «Магнит» сделал ставку на работу с федеральными компаниями. Вопрос, вопрос, где, когда мы наконец будем работать с торговыми сетями? Где эта работа? Работы нет. Насколько я поняла, до сих пор вот этого круглого стола и встречи с торговыми сетями, которые планируются уже, по-моему, чуть ли не год, так и не произошло. Насколько я слышал, мы ждем возвращения Игоря Вадимовича Васильева, который вроде бы проявил заинтересованность в том, что собраться с торговыми сетями. Он сказал, что даже готов в прямом эфире здесь собраться. Я бы, если мне кто-то, конечно, позволит, я бы на этом прямом эфире с торговыми сетями, а уж с глубоко уважаемым Игорем Вадимовичем Васильевым вместе, это был просто большой праздник. Потому что количество вопросов к этим торговым сетям огромно, ко всем абсолютно. Ну, с минимальными исключениями, практически ко всем. Вот дело в том, что вот этот новый сорт, который мы выпустим, да, я, честно, совершенно вот наивно, по-пионерски, вот горн поет, барабан бьет, я предполагаю, что торговые сети откликнутся на него. То есть они возьмут его и поставят, и мы посмотрим, как он у них пойдет. Потому что я предполагаю, что пойдет он прекрасно. И если вот эти крупные ребята, да, возьмутся за ум, ну, собственно говоря, при нашей помощи, то и поставят все-таки этот новый сорт магазина, да, и мы увидим реальный результат, ну, это в плюс, на самом деле, сработает и им, и нам, если они как бы, ну, заинтересованы в том, что что-то продавалось бы хорошо. Объясни мне, пожалуйста, почему тогда, когда ты заходишь в федеральные торговые сети, ты, например, на молочных полках видишь бирочки, которые они сами вешают, где написано «местный продукт», например, там, да, или «покупаем свое», они по-разному сейчас пишут, сейчас вот нет у нас этой акции «покупай наши» или там разные. Ну, «покупай вятская», я над ней очень много смеялся над акцией, но она работает. Тем не менее, ты в сети заходишь сейчас, на молочных продуктах ты видишь эти бирочки, видишь, зайди и посмотри в любой, и здесь вот вокруг нас сетевой магазин, федеральных сетей, я имею в виду, они есть. А к другим продуктам не относятся, почему? Ну, это вопрос, я думаю, не ко мне, а к товарищам и гражданам, которые занимаются у нас вообще регуляцией торгового рынка. У нас есть ведомство, у нас есть министерство, однако. Ну, закона нет никакого по поводу местного продукта. Ну, давайте его примем. Вот я вот не понимаю этой позиции. Закона нет, и все остановились, в тормоз нажали. Ребята, вообще говоря, люди придумывают законы, а не наоборот. Законы людей не придумывают. Давайте мы как-нибудь это самое все-таки, потому что, не знаю. Эта ситуация, она, с одной стороны, возмутительна, но возмутительна с нескольких точек зрения. И как потребителя, вот у меня нет, я захожу в магазин, там нет этого товара. Почему? А неизвестно. А мы так хотели. Ну, это ладно. Возмутительно с точки зрения местного производителя, который платит налоги в этой овосте, и он понимает, что, собственно, ему не дают зарабатывать. Просто не дают. Ему не означает, что у него отобрали что-то. Просто не дают работать. То есть это как бы, в моем понимании, это уже нарушение. Причем такого антимонопольного характера, если подумать пять секунд. Ну, может быть, потому что, когда мы вот разбирали как-то с тобой в эфире ситуации с продукцией подобных заводов в Татарстане, там их много, они объединяются и лоббируют свои интересы, а у нас уже объединяются несколькие. Ты понимаешь, с одной стороны, ссылаться надо на Татарстан и говорить об его опыте надо. С другой стороны, я посмотрел историю вообще экономической политики Татарстана с момента перестройки. Он выторговал в себе правдами и неправдами уникальные условия для развития торговли, налогов и так далее. И Татарстан держится очень особняком, очень сильно особняком. То есть это его плюс, это, может быть, к чему-то и минус. Но, тем не менее, этот регион приводит в пример буквально повсюду. Да. И не надо вот, есть дурная привычка, особенно такого пионерского типа, тянуться за лидерами, да? То есть мы увидели что-то потрясающее, давайте сделаем, как у нас. Ребят, мы не можем сделать потрясающее сразу, как у нас. Но мы можем совершенно ясно понять, что вот эти вещи мы можем делать в Кировской области. Вот так. Я напоминаю, что эта программа «Крупный план». И в гостях программы сегодня Владимир Маматов, пресс-секретарь завода «Вятич». Новый сорт продукции, конечно же, о котором мы говорим, о безалкогольном пиве. Рассчитываете ли вы, что он всё-таки выйдет за пределы нашего региона, и вы таким образом, вот используя вот такой метод создания нового продукта, выйти в Москву и в Питер, например? Нет. С этим, с новым сортом уже совершенно ясно, что за пределы Кирова мы не пойдём. Не пойдём за пределы Кирова по одной банальной причине. Люди выбирают, вот уже ясно, что люди выбирают, да? Я нисколько не вспоминаю, что остальные там несколько тысяч звонков они подтвердят, и опросы промоутеров подтвердят. Люди выбирают 31 день. Ну, месяц, грубо говоря. То есть месячный срок... Это мы говорим о свежести, о сроке хранения. Да, да. Срок хранения 31 день. Вот этот срок хранения 31 день, никакая торговая сеть, никакие федералы его не возьмут. Потому что ты вывезешь его за пределы Кировской области, оно испортится раньше, чем они сумеют его продать. Всё. То есть в пределах Кировской области мы ещё это, скорее всего, наверное, сможем гарантировать. Всё. То есть с экономической точки зрения за пределы Кировской области ничего этого вывезено не будет. Так что в Москве, в Питере на столе это всё появится, только если поездом «Вятка» или самолётом «Победа» его привезут. Всё. То есть бедные несчастные москвичи и петербуржцы, которые не увидят безалкогольного пива «Вятич». Ну вот так складывается пока. Слушай, и вот по поводу «Магнита» вспомнил сейчас. А ты можешь сделать вообще запрос «Магнит»? Вот админа «Атеха Москвы», да? Ребят, а почему так? Почему такой ассортимент сложился? Вообще, насколько это уместно с твоей стороны? Насколько ты можешь это сделать? Нет, мы, конечно, можем сделать запрос от редакции, пригласить в студию. Мы это обязательно сделаем на следующей неделе. И думаю, что не только «Магнит», чего уж прям только «Магниту»-то? Всё-таки как мы планировали? Был же вопрос на прямой линии губернатору по поводу местной продукции на полках сетей. И сетей, а не только одного «Магнита». И раз уж нам Игорь Владимирович сказал, что он желает поучаствовать в этом эфире, то и надо собирать, конечно, круглый стол. И мы напишем запросы официальные во всей сети, которые представлены в Кировской области. Их не так много. И только надо понимать, что все центральные офисы этих сетей находятся в Москве или в других крупных городах. Они будут согласовывать, но мы запросы все напишем. Мы предложим тему о местных продуктах и их месте на полке в сетях. Их представленностей. И обязательно пригласим Игоря Владимировича, который сам пожелал поучаствовать в этом круглом столе, и тебя, который эту тему тоже поднимает активно у нас в этом эфире. Я очень надеюсь, что это у нас состоится. Даже если две-три сети откликнутся, это будет хорошо. С остальными будем позже разговаривать. Да. Как говорил много лет назад один мой знакомый и в другом месте. Между прочим, может быть, после этого в конце концов и пройдут те самые развернутые большие круглые столы с сетями, которых давно так ожидают в отношении местной продукции. Это уже не в рамках студии нашей, а уже на правительственном уровне или на каком-то другом уровне, где просто можно побеседовать в конце концов с людьми. Ну, как-то вообще вопрос диалога-то у нас стоит серьезно. Да, совершенно верно. Надо напомнить, что у нас сегодня тема, которую мы обсуждаем с Владимиром Маматовым, предсекретарем завода «Вятич», это выпуск нового сорта безалкогольного пива заводом, который планируется, как сегодня мы выяснили, уже к концу октября. И представлен он будет, как тоже мы сегодня выяснили, только в Кировской области. Да, только Киров. Причиной этой является пожелание самих кировчан по сроку хранения свежести продукта. Ну, это абсолютно можно понять. Люди хотят быть уверены. Это будут совершенно местные продукты и по производству, и по потреблению. И по производству, и по потреблению. И он будет представлен на дегустацию всем. Я вот вижу, что оно будет представлен, ты говорил, блогерам, СМИ, рабочим завода «Вятич», там, ВИПам, еще кому-то. А сетям-то? А сети мы соберем, когда будет уже все, да, ясно? Мы соберем, скажем, ребята, вот это хотят все. Вот это хотят кировчане. Это гарантия того, что у вас будут деньги от продажи этого. Давайте-ка вы подсуетитесь и поставите. То есть я не сомневаюсь, что поставят местные сети, типа Гвобуса, там, еще что-то, еще что-то. Да, вот местные сети поставят 100%. Как будут ставить это федералы? Большущий вопрос. Вот это как раз к разговору с торговыми сетями. Вот первый, на самом деле, анекдот в том, что карты все сходятся, да? И мне кажется, что вот этот разговор с торговыми сетями, который надо делать. Надо делать в октябре, еще до момента выпуска. Да, совершенно правильно. Да. Потому что вот мне хотелось бы услышать, отлично, вот первый шаг, который мы делаем. Да, мы будем брать этот напиток вятича, безалкогольное пиво, и ставить его. Отлично, ребята, вот с этого можно начинать. Прекрасный начало, большой светлой дружбы. Ну что ж, последим, как нам ответят на наши запросы. Напоминаем, что на запросы СМИ отвечают в течение 7 дней, так что у нас будет неделя, чтобы ответили сети. Неделя начинается с следующего понедельника. Что касается юбилея основателя завода, господина Шнайдера в 150 лет. Ему исполняется в следующем году. Я уже выучил. Красивый его завод. Карл Отто, красиво звучит. Карл Отто, ровесник Владимира Ильича Ленина, нашего любимого, который на театральной стоянке до сих пор. Тоже он родился в 1870 году. Значит, будем отмечать, ему будет уже 150 годочков. Основатель завода. Это человеку, напомним. Человеку, не паровозу, не пароходу, а вообще куда? Значит, днём рождения Шнайдера, скорее всего, 99% вероятность, что мы изменим немножко экскурсии, которые идут по заводу. Кстати, товарищи, зайдите на завод, посмотрите, какое на самом деле болтать меньше будет ерунда всякая про это. Значит, зайдите на завод, по Шнайдеру мы обновим экскурсию 100%, и 99% тоже мы выпустим новый премиальный сорт именно со Шнайдером для, как бы, вознаменования. О котором мы не можем сейчас говорить, если он алкогольный, прошу прощения. Нет, подожди, подожди, мы можем говорить и безалкогольный в Шнайдере. Конечно. Это вот, кстати, вопрос. Интересно, надо будет посмотреть буквально после выхода этого вашего нового сорта, провести социологические исследования примерно там через квартал, через полгода, как меняется предпочтение кировчан в отношении алкогольной и безалкогольной продукции, в отношении этого продукта. Было бы интересно. Тут надо просто отметить, что мероприятия, которые будут приурочены к 150-летию господина Шнайдера, они должны иметь некое возрастное ограничение. 18 плюс однозначно совершенно. 18 плюс. Ну, экскурсия на пивзавод, я не знаю, там, правда, в квасные цеха. В квасные цеха. Нет, в квасные цеха ходят детские. В квасные цеха ходят детские, да. Ну, а в пивные, соответственно, да, 18 плюс. Ну, и интересная, на самом деле, эта история, история с вашими экскурсиями в, так сказать, в Старый Вятич, вот в те подвалы, где хранятся старые еще емкости. Ну, я очень надеюсь, что нам удастся, как говорят сейчас... Они еще открыты или сейчас? Они открыты? Они есть? То есть там не... Дело в том, что я хотел сделать такой помесь фильма ужасов и, знаете, какой-нибудь фантастический сюжет, а когда сделать очень хорошие качественные мостки, дорожки, развесить фотографии, провести освещение, чтобы люди посмотрели на то оборудование, в больших кавычках, на... Они, надо сказать, я просто была на этой экскурсии, это подземная экскурсия. Ты подпускаешься под землю, потому что раньше готовили этот продукт путь с землей для того, чтобы вы держите определенную температуру в подвальных помещениях. Правильно я помню? Слушай, я тебе не скажу про температуру ничего сейчас, которую надо держать, но раз по поводу Шнайдера этой экскурсии, два это сорт, вот эти два шажочка совершенно точно надо делать, просто надо делать. А фестивали сейчас разрешены или не разрешены? Понятия не имею. Ну, если они не разрешены... Нет, ты имеешь в виду, что пивные? Да. Ну, скорее всего, в прямом... Нет, прямые... Как мы можем говорить-таки о пивном пивном? Не можем. Так же про торговые сети мы не можем говорить в том варианте, в котором надо. Безалкогольные пивные фестивали. Вообще фестивали безалкогольных напитков могут проходить. У вас-то их в достатке сейчас, у Вятича, которые вызывают интерес нашего потребителя. Но это когда будет? Это примерно летом будет, весной, осенью? Я предполагаю, что мы совместим это с октубрферстом. То есть через год? Октубрфест. В нем где повторяют сто раз. Через год. Я в английский манер делаю октубрферст, а он октубрферст. Ну, где-то да, это будет осенью. Я думаю, что и Стоумс... Вот мне так хочется, чтобы этот Шнайдер стоял в этих торговых сетях, стоял... Это безалкогольный шнайдер. Конечно, безалкогольный, 100%. Он будет стоять в торговых сетях. Мы этого вам желаем от всей души и напоминаем нашим слушателям, что еще до 10 октября продлится опрос, который будут проводить специалисты завода Вятич. И теперь уже выйдут промоутеры на улице у магазинов Глобус. То есть они будут опрашивать кировчан на предмет четырех пунктов по поводу качества безалкогольного пива, которое они предпочитают. Это свежесть, это солод, это осадок и срок хранения. Поэтому, как говорит Владимир Маматов, если вам звонят или вам предлагают на улице опрос от Вятича, не оставьте его без внимания. На этом программа «Крупный план» завершена. Володя, спасибо. О, последний момент. Единственное, мне перекинули с большой просьбой, если уж ты влез на радио, назови номер горячей линии, по которой можно звониться. Вот отлично. 8 800 250 79 55. Номер горячей линии Вятича. Боритесь с нами против торговых сетей из-за качества безалкогольного пива. Вместе с ними. Что с ними бороться? С ними надо научиться дружить. Нет, если мы начнем дружить, мы начнем бороться вместе с ними. Мы завершаем программу. Запись программы будет на сайте хакирова.ру. Спасибо всем и до свидания.